Американский историк Дэвид Стэннерт утверждает, что Гитлер – щенок в сравнении с покорителями Америки. В результате геноцида американских индейцев, также известного как Пятистолетняя война и самый длительный геноцид в истории человечества, было уничтожено 95 из 115 миллионов коренных жителей нынешней территории США и Канады. Трудно назвать простыми и безоблачными отношения индейцев с колонизаторами. Там было место для всего – и для жестокости, и для скальпов, и для пыток. Однако это белые пришли незванными гостями в дом к индейцам. Это белые стали навязывать свои порядки в чужом монастыре, нагло обманывать и не считать индейцев за людей. В 1722 году в Бостоне была обнародована декларация, объявляющая войну индейцам. За скальп коренного жителя Америки давали от 15 до 100 фунтов стирлингов. Колонисты истребляли индейцев всеми средствами, вырезали целыми деревнями, убивали и снимали скальпы с плен. Также против индейцев использовалось биологическое оружие. Известно, что британские агенты раздавали индейцам одеяло, которые были заражены оспой. Эта болезнь унесла более 100 тысяч представителей племен, населяющих берега реки Огайо. Армия США взяла этот метод на вооружение и использовала его с таким же успехом против других племен. В 1825 году американские власти приняли доктрину открытия, то есть право на земли получал тот из колонистов, кто их и открыл. А индейцы на этих землях, по сути им принадлежащих, могли только проживать, но были лишены права собственности на нее. В 1830 году был принят закон о переселении индейцев, а в 1867 о резервациях. Отныне все индейские племена утрачивали свои исконные земли и должны были жить в резервациях, расположенных в пустынных и горных, удаленных от воды районах. Без разрешения американских властей ни один индейец отныне не смел покинуть свою резервацию. Индейцы, естественно, отказались капитулировать и приготовились к войне. Белые тоже не сомневались в том, что индейцы будут сражаться. Планы войны были составлены заранее. Индейцев решено было сломить голодом, и американские солдаты развернули настоящую охоту на бизонов. Бизоны служили главным источником пропитания для жителей Великих Равнин. За 30 лет было уничтожено несколько миллионов этих животных. Другой способ уничтожения непокорных заключался в отравлении пресной воды. Американцы травили воду в реках и озерах с трехнином, по-настоящему, в промышленных масштабах. Это стало причиной гибели нескольких десятков тысяч индейцев. Однако, чтобы сломить свободолюбивых индейцев, понадобилось пролить немало крови. Индейцы сопротивлялись мужественно, но силы были неравны, колонизаторы не останавливались ни перед чем. Практически одновременно с физическим уничтожением племен проводилась ассимиляция детей, которых отбирали у родителей. Иезуитами были возведены форты, в которых молодых коренных жителей Америки заключали в тюрьмы, где им внушали христианские ценности и эксплуатировали как дешевую рабочую силу. Основатель индейской промышленной школы в Пенсильвании капитан Ричард Пратт в 1892 году характеризовал свою философию так «убить индейца, спасти человека». Резервации, по сути, были самоуправляемыми концлагерями. Десятки тысяч индейцев умирали в них от голода, замерзали зимой и погибали летом от жажды. В 1900 году американские власти официально заявили о закрытии фронтира. Таким образом, был признан факт, что все земли уже захвачены. Кот Тенматер, преподаватель Гарвардского колледжа, почетный доктор университета Глазго, министр-пуританец, сравнивал индейцев с детьми сатаны и считал Божьей волей убивать язычников-дикарей, которые стояли на пути христианства. В 1864 году полковник американской армии Джон Шевинтон, расстреливая из гаубиц очередную индейскую деревню, сказал, что индейских детей не следует жалеть, потому что из гниды вырастает вожь. «Я пришел сюда, чтобы убивать индейцев», говорил он своим офицерам и солдатам. «И считаю, что это право и почетная обязанность. Необходимо использовать любые средства под небом Бога, чтобы убивать индейцев». Европейцы считают себя носителями высокой культуры. Колониальное мировоззрение позволяет им делить людей на хороших европейцев и плохих дикарей. Благодаря этому захват Америки обосновывался ими как необходимость, которая сможет подарить индейцам высокую мораль и исправить их дремучую дикость. Глупо, не правда ли? Кстати, гитлеровская концепция концентрационных лагерей во многом обязана его изучению истории колонизации Америки. Он восхищался лагерями для индейцев на Диком Западе и часто в своем ближайшем окружении хвалил эффективность уничтожения коренного населения Америки. И теперь, когда американцы или европейцы с умными лицами произносят правильные слова о необходимости поддержать свободу и демократию в очередной нефтяной стране, не забудьте вспомнить, как они преуспели в этом с коренными жителями Северной Америки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok